Ну, где-то около 8 баллов, а то и меньше. Даже уровень их не доходил до 8-бальной планки. Дуэт из Белоруссии Кристина Надеждина и Наташа Саранцева. Несколько девочек. Есть такая разноплановость в росте. Но я думаю, что на воде это не будет заметно. Ну, пожалуйста, звучит более лёгкая музыка. Танцевальная связка. Почти синхронно выполнили вращение. Стараются не отходить друг от друга спортсменки. На хорошем расстоянии. Я сейчас на английском работаю. Когда слушаешь выступление синхронистов из Украины, Белоруссии, всегда ловишься на том, что с большей теплотой и сочувствием, наблюдаешь за их успехами, радуешься как своим. Нет, я считаю, что эти команды Украина-Белоруссия не стоят на месте и прогрессируют. Особенно команда Украины. Сегодня зрителям ещё предстоит увидеть интереснейшую, на мой взгляд, композицию украинского дуэта. Музыку из какого-то индейского фильма. Девочки-купальники похожи на такие национальные индийские сари. А вы знаете, белорусский дуэт очень неплохо работает. То есть, очень симпатичные связки. Достаточно синхронно они выполняют их. Сейчас так называемая лирическая медленная часть композиции. И многим может показаться, что она наиболее лёгкая, когда спортсменки отдыхают. На самом деле, именно в этой части наиболее крестеричиво, видно, аж тяжело просчитать эту часть историческую. Учение оценивается судьями, когда достаточно много времени спортсменки находятся над водой с двумя руками. Если руки высоко подняты над головой, это усложнённый вариант работы рук. Мы очень много привлекаем в работу свои руки. Потом, даже не замечая, когда поставлена композиция, порой даже кажется, что переборщили, что это очень трудно спортсменкам выполнять. Но, как правило, потом уже спортсменкам, по мере прохождения своего тренировочного процесса, оказывается, что это не так сложно. Вот, смотрите, они выполнили синхронное вращение. Вот здесь небольшое расхождение было. Ну, то есть, это такие спортсменки, у которых видно, что, в общем-то, есть задел, к которому ещё можно стремиться. Если они будут достаточно правильно тренироваться, правильно будет построен тренировочный процесс и грамотно, то эти спортсменки смогут намного улучшить свои результаты. Хочу обратить внимание телезрителей на то, что удачно показывают вот эти выступления, поскольку некоторые ошибки, которые не видят судьи, поскольку композиция построена так, чтобы минимизировать отрицательный какой-то эффект у композиции. Все параллели линии должны быть судьями разомечены. Вот очень близко концовка прошла у них, связка очень близко. И сразу видите, как, когда работают близко, очень видны и асинхроны. Поэтому спортсменки стараются так подальше отдойти друг от друга многих стран, чтобы вроде как не так заметно было. Потому что, когда близко работают, каждая даже не параллельность работы ног, она видна. Вот видите, даже в замедленной съёмке, смотрите, как хорошо девочки справляются. Ну, вообще, я бы им смело даже поставила это 9 баллов и выше. Потому что мы посмотрим, что случится. Утром этого не случилось. Но всегда сказывается волнение ещё спортсменов. Утром все очень волновались, потому что очень мало тренировок здесь было. Очень мало тренировочного времени. И вот за эти дни как будто спортсменки несколько даже вышли из формы. Мы не хотели об этом говорить, но всё равно будем объективными. И доведём до сведений телезрителей, что очень многие недовольны организацией Чемпионата Европы, которые проходят в Берлине. И это начинается именно с организации тренировочных процессов, как составлено расписание для проведения разминок. В неравных условиях находятся синхронистки разных стран. Более вольготные условия предоставлены девочкам из команды Франции, Испании, Италии. Так, например, не имели возможность просто поменяться по времени наша сборная.